Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Как известно, вчера я ездила за грибами и привезли немного маслят. Я сегодня хочу приготовить одно блюдо из маслят. Всего лишь 4 маслюночка я беру. Сделаю на раз покушать. Итак, мне понадобится маслята. Мы очищаем маслята. Вы знаете, как очищают маслята. Маслята очищают тут вот липкую шкурочку, очищаем. Ножку ножиком хорошо промыть, так вот, сдираем ножку. Потом мы берем водичку. Одну водичку постояли они, вторую, третью. Для чего? Чтобы все пылинки, все там, которые кусочки, чтобы они отошли. Потом мы подточную водичку, чтобы грибы не хрустили на зубах. Что мы делаем дальше? Дальше я беру сковородку, включаю огонек. Потом мне понадобится кусочек сала. Я беру этот кусочек сала и нарезаю мелко-мелко. Вот такими вот маленькими кусочками, совсем меленькими. Сейчас сало растопится. Я возьму вот такую луковицу. На 4 штуки это достаточно. Но лук никогда не испортит. Он очень хорошо гармонирует с грибами. Итак, я беру вот это сало, бросаю сюда в сковородку. Теперь это сало должно у меня растопиться. Пока оно будет растапливаться, я возьму луковицу и нарежу ее меленько. Меленько-меленько. Затем мы забросим сюда к салу и прокарамелизуем, чтобы лук стал у нас такой вот красноватый, красивого цвета, карамелизованного. Ну вот я забросила лук. Сейчас я буду карамелизовать. Видите, какое сало уже красивого цвета. Получается и сало у нас получится. Как вот, когда делаешь смалец, и получаются вот такие вот вкусненькие, как они, шкварки, шкварки называются. Вот. А обязательно все время помешивая, чтобы лук не пригорел, а чтобы он тоже был такой у нас румяненький. Ну вот, уже карамелизовался, я беру теперь грибочки. Если вы грибы, там насобирали грибы лесные, и очистили их, и можете в холодильник в морозилку ложить, и тогда достаете их, и будете готовить любые блюда. А если свеженькие, ну вот свежие, ну совершенно, совершенно другой вкус, нежели вот лежат там в холодильнике замороженные. Ну, все-таки будет у вас тогда, если будут замороженные, всегда можно воспользоваться своими грибочками. Итак, вот у меня грибочки. Я их сейчас нарежу вот такими полосками, где шляпка, а там, где ножка, ну вы будете поменьше, потому что ножка всегда хуже жуется. Вот мы сейчас нарезали грибочки, и я сейчас оброшу их вот сюда вот в нашу сковородку. Вы знаете, если у вас есть возможность, возможность, конечно, не у каждого есть, поехать в лес и хотя бы один раз насобирать грибов, белых маслят, вот, и что-то делать из... У меня вот в моем плейлисте есть блюдо, там, паштет очень вкусный из маслята. Ой, вкусный! Посмотрите у меня на канале, вам очень-очень понравится. Все, мы сейчас забрасываем сюда, делаем огонек побольше. Учтите, что если вы будете бросать сюда замороженные грибочки, тогда тут будет водичка, поэтому вы водичку хорошо салфеточкой так промочите, водичку всегда будете бросать, чтобы не было, чтобы вода не брызгала. Вот я маслята забросила, вот они обжариваются, ну, постоянно нужно, конечно, помешивать, чтобы ничего не пригорело. Теперь, что я делаю дальше? Ну, минут пять вот так вот они, эти же маслята очень быстро жарятся, любые грибочки жарятся очень быстро. Главное, чтобы они не погорели. Так, готово. Теперь мы сюда, сейчас, не мы, а я, я сейчас заброшу сюда синенькие, то есть баклажанчик. У сочи баклажана у меня замороженный. Будет вкуснее с грибочками. Если у вас нет баклажанчиков, то не надо. Вы можете просто одни грибочки. Если у вас больше грибочков есть, вы можете больше грибов без баклажанов. Но баклажаны, они почти такие же, как и грибы. Поэтому я сейчас вот беру, у меня тут все замороженное, и помидоры, и болгарский перчик, и синенькие, все замороженное. Вот я бросаю кусочек прямо с кожурой, сюда же в сковородку, и у меня пол помидора, желтого помидора, тоже я большими кусочками, чтобы он не разлазился, а чтобы так вот жарился. И бросаю сюда, у меня вот красный замороженный перчик кусочками. А у вас, если есть целенький, такой вот настоящий перчик, свежий, половинку перчика вот такими полосками, ну, у меня кубиками. Все, сейчас я сюда все забрасываю, и помешаю. Теперь мы посолим по вкусу, поперчим горьким и душистым перчиком. И постоянно нам нужно помешивать, для того, чтобы было красиво, и чтобы ничего не погорело. Ну, вот нами огонечек делаем меньше, и вот 5-10 минут, и все будет готово. А теперь, конечно, нам нужна зелень. У меня здесь свежая петрушечка. У меня укроп замороженный. Я могу сюда бросить и замороженный укропчик. Если у вас есть свежий укроп, значит, укропчик, петрушку. Чем больше зелени, тем будет очень-очень вкусненько. Вы посмотрите, вот смотришь, и уже хочется кушать это все. Так что мешайте хорошо, чтобы не подгорело. Все. Сейчас попробовала, уже все готово. Такая вкуснятина, я вам передать не могу. Но для еще большей вкуснятины, я решила сюда взять 3 зубчика чесночка. Я не буду на чеснодавке, а я вот что сделаю. Обычно вот так берете ножиком и давите. Один, второй, а потом нарезаете, чтобы были здесь... Ох! Хороший чеснок. Селянский. Это у нас селяне приезжают, и вот они свой чеснок продавали. Очень-очень вкусненький. И вот так меленько-меленько мы нарезаем. Вот. Ну, а вы уже смотрите, кто хочет, может на чеснодавке. Ну, я решила так, чтобы ощущался вкус чесночка. Вот. И там, когда в чеснодавке очень много отходов. Вот. А мы же продукты-то не переводим. Мы все продукты используем, потому что все это, как говорила моя мама, стоит денег. Все. Бросаем сюда. И вообще буквально там, ну, несколько минут, ну, 2-3 минутки, и все. И будем выключать. Он пусть просто чуть-чуть он возьмется вот так вот. Отдаст свой вкус, и будем кушать. Вкуснятина просто очень-очень вкусно. Красиво, вкусно, запах ароматный. Можно готовить и без синеньких. Можно только, вот то, что я побросала сюда, только грибы. Если у вас много грибов, то, конечно, будет вкусно одни грибы кушать. Они-то вкусненькие. Но, вот пошли дожди у нас. Вы знаете, столько людей собирают грибы. Но грибов, к сожалению, еще только начинаются грибы. Их очень мало. Но, кстати, каждый человек хоть на сковородку себе пожарить несет. Вот, в целлофанчике там несут. Вот. Поэтому, даже я не такой заядлый грибник, и то все время говорю, мы будем ехать за грибами. Мы поедем за грибами. Находила вчера и спала сегодня прям как сурок. Как улегся, потому что столько километров, километров намотал. Чтобы два грибочка найти, надо было обойти. Бог знает сколько. Ну вот, что у нас получилось. Посмотрите, очень вкусно даже смотреть. Не говоря уже о том, что будет очень вкусно кушать. Так что готовьте вот такой вкусненький салатик из масля и свиненьких, и овощей. Ну что ж, дорогие хозяюшки и все те, кто зашел ко мне на канал. Вот такое вкусненькое я попробовала. Просто супер-пупер барабек. Очень-очень быстро готовится. Очень-очень вкусно и полезно. Давайте, собирайте, у кого машина есть, или там велосипеды, или кто там близко живет, езжайте в лес и собирайте грибочки. Вот. И делайте такие вкусненькие блюда. Все, дорогие мои, на этом я с вами буду прощаться. Смотрите мои видео, подписывайтесь. Свои рецептики в комментариях пишите. Может быть, кто-то такие, такие, не такие. Вот. Есть очень просто, но очень вкусно готовят. Вот. Напишите свои рецепты, ставьте лайки. Вот. И всего всем самого хорошего. Дай Боже, чтобы всем было хорошо, чтобы в каждой семье было только счастье, добро, здоровье и все самое-самое хорошее. Дай Боже, чтобы скорее закончилась война. Все люди жили счастливо, мирно, и чтобы всегда над головой у нас было чистое голубое небо. До свидания. До свидания.